Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Кирилл зовут. Я вам звоню из Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров. Каких брокеров? Аукционных брокеров. На АП. Заходили вы к нам на сайт, вот интересовались инвестициями. Подскажите, актуально ли для вас? Ну, я посмотрел на сайте, но что-то меня там разочаровало содержание, то, что там прописано. Подскажите, как могу обращаться к вам? Юрий. Юрий, очень приятно. Юрий, а какие вот разочарования у вас появились, скажем так, при просмотре? Ну, я сейчас не помню точно, я просто не перед компьютером. Ага. Просто у меня сейчас такой запрос, надо разместить довольно приличную сумму. Ага. Вот, ну, кругом что-то одни мошенники. Ага. И очень трудно найти, ну, то есть откровенные жулики. А я понял вас, Юрий, а вы вообще с нашей... Ага, я сейчас заговорю, просто я... Да-да-да-да. Я просто, это, в первую очередь, поэтому смотрю, какая организация, чтобы про нее что-то узнать. Я понял, что вот то предложение, на которое я там кликнул в интернете, когда, ну, мне попалось как-то, что у вас вообще никакой организации нету, я понял. Ну, то есть там говорится про какого-то индивидуального предпринимателя довольно молодой человек, который везде там фигурирует. Смотрите, организация, она есть, да, у нас есть даже ООО, но наша деятельность, она подразумевает непосредственно торги по банкротству, если, в принципе, с нашей компанией, то есть уже успели познакомиться, да, чем мы занимаемся, то торги ведутся непосредственно, да, одним человеком, кто и, в принципе, нашу компанию непосредственно, да. Ну, так вот вы о каком компании говорите, Кирилл? Вот вы же звоните, вы представляете, выступаете вроде как от имени на такое громкое, да, название Национальная ассоциация аукционных брокеров. А что такое Национальная ассоциация? Тут вы говорите по ООО каком-то. Я понял. Это же должно быть профессиональное что-то типа СРО там или какое-то профессиональное сообщество получается, но зарегистрированное в качестве юрлица, или я что-то не так понимаю? Да, смотрите, я вам вкратце расскажу, как у нас все устроено и почему все именно так, как вот вы, в принципе, все правильно, то есть, подметили, да. Мы уже пятый год выкупаем различные активы из торгов по банкротству, это, например, там, квартиры, да, землю, спецтехнику, коммерческие помещения с дисконтом от 30 до 70%, и затем уже реализуем и зарабатываем на это. Ну, простыми словами, да, купили квартиру из торгов по банкротству там за 3 миллиона, да. Ну, понятно, купили подешевле, продали подороже. Да, да, да. У нас существует фонд доверительного управления, да, куда мы привлекаем денежные средства для ведения вот всей этой деятельности, да. Так у вас это у кого? Это что значит у вас? Опять же, кто вы? Смотрите, Национальная ассоциация аукционных брокеров, мы первая-единственная ассоциация аукционных брокеров в России, зарегистрированная в Министерстве юстиции. Ну, то есть это юрлицо, вы хотите сказать, да? Да. Да, юрлицо, да, у нас. А в какой форме оно зарегистрировано? Смотрите, у нас есть варианты непосредственно подписания, да, соглашения с нами, как с ООО, да, ООО НАП, ООО Национальная ассоциация аукционных брокеров. Есть непосредственно ИП, Давид Викторович Резаев, ну, это вот тот человек, про которого, то есть вы изначально говорили, да. И как в связи с лицом, так же с Давидом Викторовичем Резаевым. Ну, то есть Национальная ассоциация, это никакая не ассоциация, в смысле, как вот форма юрлиц или как объединение. Ну, если вы говорите, это ООО. Да, смотрите, это объединение, так как наша компания, ну, я вам расскажу, чтобы у вас было понимание, наша компания изначально занималась обучением профессии аукционных брокеров, да, то есть мы предоставали услуги обучения. Затем те брокеры, которые проходят у нас обучение, начинают с нами сотрудничать, да, то есть наши ученики. И мы имеем связь с более чем 300 брокеров по всей России, вот. И вот это и есть наша ассоциация, да, то есть мы объединяем всех брокеров, они обращаются к нам за финансированием, да, и, соответственно, мы рассматриваем ликвидные лоты, да, по их предложению и работаем с ними. То есть типа как с физическими лицами вы просто с ними работаете? Как вы их объединяете? Да, как с физлицами непосредственно, да. Хорошо, а деятельность аукционного брокера какими законами предусмотрена? Ну, смотрите, законами предусмотрены, ну, не могу сейчас вам конкретно подсказать законно, но он действительно существует. Нет, ну, подождите, вы работаете, вы с гордостью говорите, там такое, такое, это высокое звучание, национальная ассоциация, вы не можете сказать, по какому закону действует вся ваша деятельность? Так вот, ну, у вас незаконная деятельность получается? Что такое аукционная брокера? Нет, она, смотрите, она законная, она законная, то есть тогда бы у нас не было электронных цифровых площадок, да, и площадок, на которых бы продавалось... Ну, так жулики тоже расхваливают свои площадки. Закон о банкротстве, то есть конкретно... Там прописано про аукционных брокеров, вы хотите сказать? Да. Да, там прописано? Да, то есть это деятельность? Да, вы стопроцентно, вот, клянетесь прямо? Юрий, ну, смотрите, мы с вами сейчас общаемся для того, чтобы найти конструктив, да, и получить... Ну, слушайте, ну, любая деятельность осуществляется на основании каких-то норм... Ну, так кладите трубку, если вы жулик. Если вы жулик, кладите трубку. Но вы не можете сказать на основании какой нормы... Основываясь на законе о банкротстве... Там нету про аукционных брокеров, и вы это знаете прекрасно. Юрий, ну, а я говорил, вы имеете ли представление, да, о чем мы занимаемся, вы говорите, вроде бы, как нет, да, то есть... А сейчас уже получается так, что вы... Еще раз повторяю, в законе нету ничего про аукционных брокеров. И нигде, даже в интернете про это найти нельзя. Никакой информации, кроме вашей якобы фирмы или компании. Юрий, смотрите, по всей России, то есть, работает очень много различных брокеров, вы зайдите на сайт Тебанкрот, либо же Торги России. Еще раз повторяю, если деятельность не предусмотрена никакими нормами, то как она может быть законной? Как у вас налогообложение идет и так далее? А вы же деньги, вы же говорите еще о том, что вы деньги привлекаете в этот фонд. На основании чего? Конечно, конечно. На основании чего? На основании, смотрите, договора займа. То есть, мы привлекаем денежные средства для ведения нашей деятельности. Я вам объясню, как мы работаем. Вы не боитесь, Кирилл, я понимаю, что вас не Кирилл зовут. Вы не боитесь присесть надолго? Юрий, а почему мы будем присаживаться надолго? Вы откуда звоните-то? Не с Украины? Ну, я вам, а все, взяли, что с Украины, я вам звоню. Ну, ладно, в общем, все понятно с вами. Юрий, я звонил вас, общий язык мы найдем, как бы с вами однозначно. Как бы, как бы, как бы, как бы, за как бы какал, да? Всего доброго. Давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok